Некоторые люди, да наставит Аллах всех нас, заходя к больному в больницу, говорят, бедняга, клянусь Аллахом, ты не заслуживаешь этого. Клянусь Аллахом, ничего не поделаешь, ведь сам понимаешь, правительство, страна, эти госбольницы. Прибегаем за помощью к Аллаху. И как мне тебе помочь? Ты ведь знаешь, у меня нет денег. А такой-то скупой, а этот доктор худший из докторов, Аллах лучше знает. Ты написал завещание? Больной отвечает, нет. Посещающий говорит, быть может, ты умрешь до того, как напишешь его, если не сделаешь этого сейчас. Как будто бы, говоря ему, прояви недовольство, возмутись своим положением. Также говорит, бедолага, ты этого не заслуживаешь. Как будто бы он милостивее к нему, чем Аллах, упаси нас Аллах. Но если шейх зайдет к нему, скажет ему, мир вам и милость Аллаха, не беда, это будет очищением твоим от грехов, иншаллах. Или же шейх скажет, во имя Аллаха, мир и благословение посланнику его. Автор да помилует его Аллах сказал, раздел о том, что из имана является терпение в предопределении Аллаха. Также его слова, кто уверует в Аллаха, того сердца он наставит на прямой путь. Алькама да помилует его Аллах в отношении того аята передал, что речь идет о человеке, которого постигает беда. И он, вспоминая, что она от Аллаха, довольствуется и принимает это. И такому больной говорит, не уходи от меня. Правильно, он ждет награды от Аллаха. Братья мои, иногда мы можем сказать слова, содержащие многобожие, или возражения против предопределения Аллаха. Нам необходимо обратить внимание на эти вещи. Продолжение следует...